Доброе утро, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Мой канал называется Елена Ермакова. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы лечим ковид. Ну, волей судьбы случилось так, что мы заболели и узнали, что это за болезнь. То, что раньше я говорила, не верила, что есть эта болезнь, эта болезнь есть, это грипп. И его просто назвали, это новый вид гриппа, искусственно выведен. Хотя все остальные гриппы, которые мы знаем, это те птичьи и все свиные, которые называли, это тоже были искусственно выведены. Но они были не такие тяжелые для человека, особенно для пожилого человека. У нас случилось так, вот я вам рассказывала, что у нас есть дедушка, который очень слаб, который 25 лет болеет. С того момента, когда ему удалили мочевой пузырь, у него развелось очень много букет всяких заболеваний, и он уже очень слаб. Ему 81 год. И получилось так, что каким-то образом вируса еще не было. Мы думаем, что не было, просто поскольку он лежачий человек, поэтому у него началось воспаление. Мы сами справиться с этим не могли, пришлось вызывать скорую, ехать в больницу. Конечно, в нашей стране, так как вы видели, я вам показывала, было очень много вопросов. Нас гоняли лежачего человека из одной больницы в другую. Врачи выходили, его осматривали, давили. И каждый спрашивал одно и то же, не читая бумаги, которые мы им давали. Но в результате в том, что в конце концов мы очутились в коронавирусном отделении. Я вам тоже показывала, нас больше пугают по телевизору этим коронавирусом. В самом отделении медсестры ходят без повязок, без обмунирования, без ничего, абсолютно. Ну, складывается такое впечатление, что ты попал в советское время в обыкновенную терапию. Но факт не тот. Сегодня я вам хочу рассказать. Поскольку мы там пробыли три дня, понятно, что вирус теперь у нас есть у всех. Заболел сейчас муж, я, наверное, болею бессимптомно, потому что у меня в основном мои болячки, это голова. Но что мы делаем? Прежде всего мы постоянно полощем горло солью. Я вам говорила, соль с йодом. На стакан воды столовая ложка соли. И вот это вот через каждый час муж сейчас полощет. Значит, что у мужа? Какие симптомы у мужа? У него головная боль, насморк, першение в горле, он не слышит запахов. И головная боль идет как такими приступами. Поэтому видим симптомы, их и лечим. Убираем головную боль. Если температура выше 38, убираем температуру. И пьем много питья. Как и говорил нам доктор Комаровский, самое главное, много питья. У нас оно все должно выйти. Значит, коронавирус это вирус гриппа, который просто, молекула этого вируса гриппа, она больше. Поэтому она и тяжелее переносится людьми пожилого возраста, поскольку у них очень тяжелое, очень тяжелое уже слабое здоровье, скажем так. Значит, первое. Полощем горло постоянно. Второе. Полощем нос. Нос берем аквамарис, берем любые водички, которые есть, вот эти вот морские водички и полощем ими нос. Далее показываю вам питье, которое мы готовим и что мы пьем. Мы берем, мы берем, мы берем калина, калина, малина, малинка и это все засыпаю, засыпаю в большую кастрюлю. Вот такая большая кастрюля и вот это здесь 7 литров, 5 литров за день. Минимум 2 литра выпьет. Заливаю кипятком. Мы пьем обязательно горячее. Горячее пьем через каждый час. Полощем горло тоже через каждый час и моем нос. Следующее. Мы пьем горячий напиток соды. Я беру столовую лоску соды и заливаю кипятком. Сюда же добавляю мед. Сюда же добавляю мед и масло. И вот такое пьет муж. Сейчас я... Как раз закипела водичка. И вот такое пьет. Он тоже пить надо через 3 часа. И следующее, что мы делаем. У нас есть вот такой ингалятор. Если нет у вас такого... Это еще советского. Если нет у вас такого ингалятора, можно брать просто кастрюльку. Сюда бросаем столовую ложку соды. Столовая ложка. Я беру столовая ложка соды. Вот так. И то же самое. Заливаю кипяток. И над вот этим надо дышать, друзья. Закипел как раз. Заливаю кипяточком. И сейчас муж будет дышать. Все, друзья. Здоровья вам. А я лечу мужа. До новых встреч в эфире. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. И не бойтесь этого ковида. Главное, лечите. Не идите своими ногами в больницу. Пришел один здоровым. Они с него сделали больного. То, что я увидела в больницах ковидных, сейчас экспериментируют. Мы смотрели, как нашего больного, неходячего свекра, и рядом лежал мужчина, который пришел своими ногами. Они лечат всех одинаково. Мужчину довели до того, что он уже перестает ходить. Ему уже тяжело. До новых встреч в эфире, друзья. До новых встреч в эфире, друзья.